Компания Microsoft сейчас разрабатывает очередное крупное обновление системы Windows 10. Уже есть довольно точное представление относительно того, что мы там увидим. Обновление под кодовым именем 19H1 принесет улучшение существующих функций и добавит пару новых. После провала обновления October 2018 Update, которое Microsoft была вынуждена убрать на полтора месяца из-за проблем с совместимостью и багами, компания сосредоточилась на существующих функциях вместо внедрения новых. Многие призывали Microsoft замедлить темп выпуска новых функций и Microsoft прислушалась. Таким образом, новшеств на этот раз будет немного, зато будут усовершенствованы те, что уже были прежде. В результате система в целом должна стать более качественной. Нельзя сказать, что изменений не будет совсем. Давайте посмотрим на некоторые из них Windows 10 19H1. Начнем с изменений внешнего вида. Microsoft представила новый светлый режим интерфейса, где меняется цвет обычно темных панелей задач, меню пуск, центр уведомлений, сенсорной клавиатуры, всплывающих окон, связанных меню и кнопок. Это дает системе более чистый и современный внешний вид. Нынешняя версия Windows 10 является странным сочетанием темных и светлых интерфейсов, но скоро это изменится. Многие ждут, когда Microsoft сделает полностью темный и светлый режим интерфейса. Обновленный светлый вариант станет ответом на эти запросы. Теперь пользователи могут включить чисто светлый графический вариант для приложений и системных интерфейсов. Также в темном варианте пользователи могут сделать темные приложения, чтобы они совпадали с цветом панели задач и меню пуск. Microsoft сделает новый светлый интерфейс с вариантом по умолчанию Windows 10 Home, где версия Windows 10 19H1 будет предустановлена. Компьютеры на Windows 10 Pro и Enterprise по умолчанию будут работать с темным интерфейсом, но во всех редакциях можно будет переключиться между темным и светлым интерфейсом. Кроме нового светлого режима интерфейса, Microsoft обновляет расположение элементов в меню пуск на более простое. В прошлых обновлениях Windows 10 расположение элементов по умолчанию представляло собой хаотичное сочетание плиток, чаще всего ненужных. Теперь расположение стало более простым. Будет две группы по шесть приложений в одной колонке, куда можно поместить самые востребованные программы. К сожалению, Microsoft продолжает продвигать на компьютеры сторонние приложения через магазин Microsoft Store. Многие нежелательные игры теперь находятся в отдельной папке. Это отличается от прежнего расположения элементов, где было три или четыре группы приложений в двух колонках. Нынешний внешний вид значительно более понятный. Вместе с этими изменениями внешнего вида, Microsoft добавляет новые элементы Fluent Design. Разные аспекты системы, такие как контекстное меню и всплывающие окна, обладают эффектом тени. С новой светлой темой это выглядит отлично. Кроме того, списки перехода и контекстное меню в меню пуск на панели задач и современных приложениях теперь обладают эффектами ревил и акрил с размытием фона. Размытие есть и на экране входа в систему, который стал более чистым и современным. Быстрые действия в Windows 10 также будут обновлены. Пользователю больше не придется переходить в приложение Параметры для редактирования быстрых действий. Для этого предлагается отдельный режим редактирования, где можно выбрать расположение плиток. Также Microsoft изменила яркость в быстрых действиях. Она теперь меняется не кнопками, а специальным ползунком, который можно прикрепить к быстрым действиям в центре уведомлений. Пользователи просили у Microsoft такой ползунок не один год и теперь он появится. Новая система под названием «Песочница Windows», она же Windows Sandbox, позволяет запускать виртуальную версию системы поверх основной. Это позволит запускать программы, в безопасности которых вы не уверены, без риска для компьютера. По молчанию «Песочница» выключена, но при включении она будет запускать чистую версию Windows 10 на виртуальной машине. Данная функция доступна только на Windows 10 Pro и Enterprise и нацелена на опытных пользователей. Продолжает развиваться центр обновлений, чтобы он мешал меньше работать. Отныне можно ставить обновление на паузу сроком до 7 дней и в редакции Windows 10 Home. Раньше это было доступно только в Windows 10 Pro. Функция под названием «Умные активные часы» или как еще называется «Период активности» будет автоматически менять активные часы, чтобы обновления не мешали работать. Например, если активные часы установлены между 8 утра и 9 вечера, но вечером вы работаете после 9, Windows автоматически изменит период активности, чтобы работа не была прервана установкой обновлений. Microsoft немного изменила пользовательский интерфейс центра обновлений. Многие опции и настройки теперь находятся на более видном месте. Опции вроде установки обновлений на паузу доступны без необходимости копаться в настройках. Microsoft обновляет встроенное приложение Office. Оно получило измененный внешний вид, где акцент делается на недавние документы и приложения Office. Программа выглядит более чистой и позволяет легко переходить на недавние документы, а также создавать новые. Вот такие изменения ожидаются в обновлении Windows 10 19 H1 весной этого года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok